Здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала я вас приветствую вы в гостях у Елены на моей кухне и сегодня решила поделиться с вами замечательным рецептом салатика это закуска яблоко наслаждение это творение мое личное мой личный рецепт я его сама сотворила однажды и сегодня хочу поделиться с вами я уже здесь все сделала мои хорошие потому что показывать все это я решила не нужно часто вот так бываешь бывает рецепт покажешь все овощи там все и потом говоришь сейчас нарежу в принципе я обошлась без этого и это очень хорошо проще так сделать дело в том что все овощи практически все кроме колбаски я вот на такой терке крупной натерла вот это так в этом салате нужно это также даже у меня здесь натерты и яблочки вот все вместе чтобы не получилось сильно большое видео я решила это сделать и так рассказываю здесь у меня натертый на такой же крупной терке вот как я показала вам яйца это у меня вареная колбаска хорошая колбаска который сутки стоит не больше это у меня сырок вот такой вот сырок я с вами всегда делюсь и сыр карловский двор твердый сыр граф твердый как пармезан вот такой пикантный здесь идет только пикантный сыр вот и есть пармезан совсем твердый это чуть-чуть меньше это мягче его натерла здесь у меня отварная говядинка вот она кубиками такими нарезала и я не на волокна вот так разделились и здесь у меня мои хорошие зеленое яблоко вот виновница этого торжества вот яблоко наслаждение вот такими же доли длинными через терку я натерла вот так вот в длину я натерла шкару шкурочку я сняла вот такой вот яблочко вот она зеленая не берите сладкое берите яблочко чтобы оно было не сладко кисленькое такое сюда натерла значит видите они как получается длинный вот через длинную терку он очень красиво смотрится особенно очень красиво смотрится если вы будете подавать в таких отдельных вазочках стеклянных и вам будет видно послойно вы будете их делать. Это тоже праздничное блюдо, как бы я его отнесу в рубрику новогодний стол 2017 год, это я сделаю, у меня есть 2014, 2016, посмотрите, у меня очень много есть рецептов и пополню коллекцию уже этого года. Дальше, кубиками я нарезала колбаску, мелкими-мелкими кубиками, вареная колбаска, я не знаю, сливочная, свиная, ну, какую вы хотите, ну, чтобы она была без жира, вареная, она здесь очень важна, она очень сильно сочетается с говядиной, очень вкусно получается. Я пробовала сюда и копченую, и твердую, и такую твердую-твердую колбасу, это не то, вот это само то. Я оставлю, значит, рецепт в описании, обязательно всего вот этого натюрморда, всего вот этого, такой натюрморт, очень красивый, оставлю обязательно под видео, чтобы вы могли приготовить. И что я сейчас буду делать? Здесь вот у меня орехи грецкие, немножечко тыквенных семечек я кинула, очищенных, и чесночина, один зубчик чесночка. Все это я сейчас пропущу через вот такой вот измельчитель, мелко-мелко, затем добавлю туда французскую горчицу, можно дижонскую горчицу, можно обычную горчицу. Добавлю туда песто с базиликом, очень люблю это песто, я еще сама делаю, в этом году не стала делать просто, не то, что не стала, не было времени, а я вам это покажу, как делается. Это делается очень просто и очень вкусно. Песто добавлю туда, добавлю сюда сметанку, не майонез, а сметанку, если вы любите, то добавляйте майонез, но для пикантности, для того, чтобы был вкус майонеза, конечно, естественно, я сюда добавила опять-таки чесночек с орешками, это очень вкусно, пикантно будет, и вот эти две вещицы очень хороший дают вкус, получается сметанка такая пикантная, как майонез, вот такая вкуснятина. Еще, если вы хотите, можете сюда добавить какой-то зеленушки, я не знаю, я никогда его не пробовала, просто не люблю зеленушку добавлять там, где яблоко, вот что, поэтому как-то я хочу, чтобы вкус яблока здесь был, потому что этот рецепт, я его собирала, все ингредиенты создавала на свой вкус, и действительно назвала яблоко наслаждение, потому что это очень вкусно, это закуска, это салат, и помните, что обязательно здесь идет пикантный сыр, не сливочный, а пикантный. В общем, этот салатик пикантный, потому что здесь есть говядинка, вот так, мои хорошие, теперь все это я размешаю, добавлю вот этот вот соус, орехово-чесночный, так я его и назвала, вот, и все размешаем и красиво украсим. Все, что я вам сказала, и получается вот такой вот соус, видите, какой соус, ароматный, запах неповторимый, здесь и приправка, вот это все, что, ну, в песто находится, вот это дижонские горчицы, английскую, любую, какую найдете. Очень вкусно, здесь орехи создают пикантность и чесночок, очень вкусно, и вот этой заправочкой я заправлю наш салатик. Готов, мой салатик, яблоко наслаждение, вот так вот красиво я украсила, вы можете украсить по-своему, как вы желаете, мои дорогие, это ваша фантазия. Главное, чтобы эти ингредиенты соблюдались, и тогда у вас будет замечательный, очень-очень вкусный салатик, который называется яблоко наслаждение. Это очень вкусный салат, поверьте мне, очень. Вы можете подать порционно каждому в отдельные, сейчас я вам покажу как. Вот смотрите, вот в такие вот штучки, обратите внимание, это я из фикс-прайса покупала наклеечки, и видите, я приклеила, я украсила, вот эти вот фужеры, эти креманочки. Здесь вот у меня бабочка, видите, как красиво, здесь у меня стрекоза. И вы можете эту красоту каждому подать вот этот салат. Этот салат я сейчас смешала вместе все ингредиенты, и вот так вот украсила. Вы же можете послойно, слой мяса, сеточку небольшую майонеза, здесь не майонез, здесь соус из сметаны, значит, слой яиц, то же самое, то есть послойно, не перемешивая. И когда человек будет брать, он будет брать как тортик, вот так вот и кушать. Это будет очень красиво. И вот сюда тоже повесить вот так на разрез долечку яблока, вот так надвесить, будет очень красиво. Смотрите, вы должны обязательно украсить в большей части тем продуктом, который здесь доминирует, который в салате главный. Вот, здесь это яблоко, понимаете, кисло-сладкое такое, зеленое яблоко. И его нужно как бы в центре внимания, то, что это салат из яблочек. В каждом салате есть что-то, что доминирует. И вот вы должны обязательно это подчеркивать. Вот в таких вот креманочках каждому будет очень красиво и очень вкусно. Можно подать в меньших креманочках. Я всегда, если хочу салат подать в меньших креманочках, то есть в креманках каждому порционно, то я поменьше кладываю. И вот эту вот креманочку я прямо в тарелочку кладу, вот перед каждым в тарелочку. То есть человек будет кушать это первое, если захочет. Если не захочет, отодвинет, съест что-то другое, потом это. Поэтому там не должно быть много салата. Учтите при сервировке стола, что это очень важно. В прошлом году вот в таких вот у меня креманочках, вы посмотрите Новый год, стол новогодний, 2016 год. У меня плейлисты есть, 2014, посмотрите, может что-то для себя возьмете. И там вот в них у меня морской коктейль. Очень красиво я украсила, прошу зайти и посмотреть, если вам это интересно. В этом году именно вот эту рубрику опять открывает, то есть новый как бы плейлист будет. И вы найдете 2017 год будет, значит, новогодний стол. Готовим новогодний стол 2017, вот так будет называться. И вот это вот блюдо, именно начинаем с салатов, оно войдет первым. Вот, и я буду делиться с вами потихонечку, по возможности буду делиться. Вот так вот, мои дорогие, вы можете вот так его отдельно, в такой красивой формочке. Мне очень нравится эта формочка. В любой, в любой тарелочке, в круглой. Вы можете просто круг такой продается, железные такие круглые наборы у меня есть, я вам показывала. Выложить на большую тарелку, набить туда как следует, поднять аккуратненько и сверху украсить салаты. Я вам буду потихонечку показывать. Это очень красиво будет. Красивые блюда оформлять со вкусом, просто неотразимо на столе. Вот, респект вам обеспечен. Что ж, мои дорогие, я на этом хочу закончить свое видео. Желаю вам всего самого доброго, самого хорошего. И уже можно подбирать, смотреть блюда для новогоднего стола. Что-то необычное, что-то вкусное. Я считаю, что этот салатик, он обязательно подойдет для новогоднего стола. Он очень вкусный, ингредиенты здесь замечательные. Здесь говядина, здесь колбаска. Колбаску можете взять вареную любого типа. Главное, чтобы была без сала, то есть без жира. Чтобы она была вареная, любительская, очень хорошая. Разная колбаса, вот есть вареная, но чтобы была натуральная. Вот я колбаску сейчас нарезала, которая, ну, может, две сутки может стоять, не больше. То есть для праздника возьмите кусочек, его ведь нужно 100 грамм. 100 грамм такой колбаски нужно. 150 грамм мяса. Кусочек мяса отварите. Бульончик я отварила, бульон я положила в судочек пластиковый, в контейнер и убрала в морозилку. Я морожу, когда у меня остаются бульоны, я их заморажу, и потом они мне пригодятся обязательно. Замороженные бульоны очень хорошо хранятся, мои хорошие. Затем вы можете вытащить и приготовить блюдо какое-то, потому что очень много блюд есть, где не водичку добавлять, а бульон. И у меня и овощные бульоны есть. В общем, вот так, мои хорошие, потихонечку в каждом видео я рассказываю вам свои секретики и думаю, что вы что-то для себя возьмете, мои хорошие. Напоминаю вам, что вы были в гостях у Елены. И если вам было уютно у меня в гостях, и если вам понравился мой рецепт для новогоднего стола салат яблоко наслаждения, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями, мои хорошие. И, конечно же, оставляйте комментарии. Пока-пока! Пока-пока!